Друзья, всем привет! Сейчас 5 утра и мне нужно успеть добежать до трамвая, как всегда это все дело. Это будет небольшая поездочка на юга, скажем так, на выходные на 2,5 дня. Посмотрим, чего там, как там. Поглядим, это будет Хорватия. И сразу говорю, что здесь будет достаточно мало связано именно с полетами, потому что это будет такой влог стел. Не знаю, мне кажется, это интересно. Я бы хотел немножечко разбавить контент на своем канале, посмотрим, что из этого получится. Ну, а сейчас бежим все-таки к трамваю. Да, парни, я тут особо снимать, наверное, не буду, но, короче, огромная очередь на границе. И нас уже, короче, час мучают. Мы стоим, не знаем, пройдем наконец сегодня или не пройдем. Но что-то не знаю. В прошлый раз мне говорили, что вроде как на границе досматривают на то, что вот часами стоят люди по отдельности. Каждого проверяют паспорта и все такое. Такое, конечно, не ожидал, не рассчитывал. Как видно, море голубое. Он достаточно темное, но голубое. Сзади горы. Вон там, судя по всему, тут остров Крк, который находится прямо перед Риекой. Ну, выглядит она, конечно, красиво. Шикарная яхта здесь. Бразилия называется, то есть Бразилия. И снизу Риека. Интересно, интересно. На ней, наверное, всякие парады, карнавалы проходят. С девчонками с села приехали. Так, интересно, что тут достаточно много вот таких маленьких улочек, которые просто неожиданно появляются. И их, наверное, не найти просто так. Вот здесь какой-то ресторанчик. И тут, судя по всему, об этом, ну, не очень много народу знают. Хотя тут со всех сторон прохода, поэтому, наверное, кто-то сюда все-таки забредает иногда. Столько мелких ресторанов в каждый переулок. Это отдельный ресторанчик, в котором сидят люди. И причем люди сидят реально везде. Даже в самых каких-то мелких ресторанчиках, которые хрен бы нигде. И как их вообще найти? А, ну, детская площадка. Как она здесь оказалась, вообще непонятно. Ну, скорее всего, это жилой дом, это его детская площадка. Ну, нормально. Бабушке дали смартфон фотографировать. Там такой чехол, такой чехол. Там размером с бабушкой чехол. Она вот двумя руками, как телевизор, держит. А здесь у нас с вами голубиный квартал. Здесь типа голуби рулят миром. Фонтан такой. Смотрите, какой нахохливый все. Ободранный голод. Такой аутентичный автобус, который, в принципе, очень сильно похож на наши советские автобусы. Как они там? Икарус. Во, Икарус. Это вот чистый такой наш Икарус. Странно она выглядит. Походу, ее это... Пропами порубило. Поэтому, парни, не используйте карбоновые пропы. И будете осторожно соблюдать технику безопасности. Итак, решили перекусить в местной кухне. Ну, бульон вроде говяжий. Обещали еще и лапшу. Но лапши здесь буквально кот на плакан. Но зато принесли корочку. Настоящую корочку. Это же этот... Кирпич хлеб. Ой, какой вкусный. Заказали кальмаров. Они, походу, фаршированы чем-то, да? Не знаешь? Они фаршированы, да. Я вообще взял стейк из акулы. Не знаю, что из этого ожидает. Но выглядит он как обычный кусок мяса. Но почему еще белого цвета? Давайте попробуем. Напахнет как обычная рыба. Немножко горчит, что ли? Да. И овощи. Овощи. Овощи охрененные. Нет, они какие-то... А, они скрылись, кем-то, смотри. Какие-то стремные рыбы. Это, может, те, которые летают умеют? Которые... Нет, наверное, те, поднимеют. Нет, которые летают умеют, умеют, это не больше. А что это за рыба, какие-то скрылые? Какая рыба, какая-то зеленая, синяя. Какая-то экземпическая. Ну вот там их столько-то огромное количество, и как узнать, за которую... Или ты там заодно тянешься, а остальные тянутся вместе, типа? Или тебе не нужно узнать, что за что тянуть? Мне кажется, это какой-то, типа, морской хмырь. Че он делает? Че он просто стоит? А вот, смотри, по-моему, это этот... Ёж, видишь? Морской. Видите, он же такой, все есть, такой, круглый, вот с такими фукуршками. Нет, а, вот, да, я в кадре тамошел. А, кстати, они там что-то жрут активно. Парни вон стоят, и все-таки рыбу ловят. Тут есть, оказывается, ребята, которые ловят рыбу, и делают они, в принципе, вполне, наглым образом. Просто подошли с удочками и начали вылавливать. Какой прикольный корабль, такой древний, старинный, весь ржавый. Очень медленно летят. Хорошая аэродинамика, низкий вес, ультралайт, короче. Саня, когда я тут, да, не буду? О, не очень, не знаю. Может, какая-то канализация? Жень. Вот это вообще четко сделал чувак. Не знаю, вот, наверное, кто вот здесь хатой владеет. Типа, вход сразу к себе в квартиру. Надо было тогда дальше сделать, вон до того балкона, и до того балкона. Тогда бы все по кругу заходили к себе домой. Да, Жек? Пальма. Но не простая, а волосатая. Реально, как будто старая, сухая, засохшая собака. Хочешь потрогать? Да. Что скажешь? Как будто волосы лаком залили. Да? Ну ладно. Примерно вот такой автобус довезет вас до маленького городка Аппайте. На самом деле красивый маленький городок, точно такой же прибрежный. Здесь живет что-то вообще совсем немного народу. Выглядит он совсем маленьким, но очень-очень-очень красиво. Находится на берегу моря. Состоит в основном из туристов. Автобус этот номер 32. То есть, это тот автобус, который вас отойдет с реки до Аппати. Ездит он раз примерно в 20 минут. За дорогу туда-обратно билетик стоит, по-моему, 26. Иконы. Ну нормально, недорого, в районе 4 евро получается, недешево. Классно просто вдоль дороги. Вот такие вот маленькие сидушечки, где можно отдохнуть, посидеть в тенечке. Очень приятно. Вообще город просто безумно красивый. Со тех сторон пальмы, маленькие такие узенькие улочки, магазинчики. Ресторанчики. Пойдем. О, смотри, опять голубий на район. Они не шевелятся даже. Может, это статуи? Или они подвисли? Не, смотри, шевельнут. Один шевельнул можно. Они, наверное, в гляделки играли. Че надо? А вот и море. Море выглядит сегодня спокойным. Сейчас чуть-чуть погодя, мы сами туда залезем. Вообще город, такой атмосфер имеет непринужденности. То есть ты идешь, такой, все отдыхают. Очень много пожилых людей. На самом деле, молодых здесь практически нет. Все туристы какие-то более-менее взрослые. Наверное, связано с тем, что этот курорт не тусовочный, а чисто такой расслабится. Клевый мостик какой-то. И дедок стоит. Все очень светлое. Все дома какие-то белые. И я не знаю, в общем, как они умудряются в таком состоянии дома сохранять. То есть все настолько чисто выглядит, что аж прям подойти лизнуть охота. Ресторанчик «Розмарин». Вон там впереди маячит. Мы как раз идем к нему. Судя по TripAdvisor, у этого ресторана уже где-то полторы тысячи отзывов. И все они практически положительные на четверки-пятерки. Хотя среди них встречаются те, которые пишут, что... Так вкусно пахнет. Вот. И пишут, что типа ничего особенного. Но учитывая количество отзывов, давайте-ка зайдем, посмотрим. Можно сюда зайти, учитывая, что здесь... Ну, они, по-моему, специализируются на всяком гриле и на всяких морепродуктах. Но мне кажется, что цены немножко завышены. Хотя, возможно, для местного региона это нормально. Я поел с удовольствием. Как твой был стейк, Зайка? Очень вкусно. Тебе понравилось? Да. Я не очень люблю такие стейки, на самом деле. Потому что я люблю, потому что типа она прожаренная. А, типа он был не до конца зажарен? Ну, да. И тебе он поэтому не понравился? Ну, что это оно и надо, но я не верю. Ресторанчик заслуживает, не знаю, нормальные оттенки. То есть достаточно качественно все сделано. Но типа, чтобы это безумно круто, прям отрыв башки, но я бы не сказал. Кроме того, нас еще в конце обсчитали. Там в счете были какие-то левые позиции, которые мы не заказывали. И я уже их обнаружил после того, как я начал проверять чек после оплаты карты. И после пришлось забирать наличка, остаток, потому что они начали извиняться. До сюда, ну, вообще не очень приятно. А вот здесь уже, по-моему, натуральный более-менее вход. То есть чуть-чуть вот залито, а дальше уже все натурально. Да, и вычисли, наверное, таких мальчиков еды. Да, здесь больше ждижок нет. Они-то, наверное, хорошо прилипшие. Приколенько, да. Вон там пока единственный сегодня плавающий, там дядечка такой, дедок. Но, видимо, он как бы закаленный и сильно ему не холодно. Всем остальным как-то достаточно холодно. И сегодня хоть и температура как бы 30 градусов, вот здесь этот ближайший остров, который, не помню, как называется, забан там он, это тот самый Крык, который находится вот здесь. И соединен только маленький мостик, где-то вон там, в материковой части. Прикольная, мне кажется, система. Скамейка с электропанелями. Где-то должна быть типа USB-розетка или что-то такая, чтобы телефон заедить. Иначе зачем она здесь стоит? По-моему, голубенька, ну, приутомилась, теперь спит. Ну, давай дальше, вон она тут прыгает. Клешник крабика. Или какого-то такого рака. Нет, наверное, крабик. Крабики такие маленькие. Довольно туго здесь с мусорками. Вот мы покушали мороженое, но уже полчаса ходим с коробкой, потому что не можно найти, куда его примастить. Наконец-то нашли. Здесь вот такие штуки, которые очень похожи на какие-то древние городские стены, что ли. Или что-то такое. Либо нарез. Они вот отсюда идут, вон туда, куда-то, дай. Здесь вот тоже такой же идет он куда-то сюда, потом вот так поперек идет. Крешню ест. Ну, до этого, наверное, другой крабик был. Вот он его и крешню ест. Ткни его гоупрошкой зайка в глаза. О, он валит, зайка, а. Краб валит. Буду очень легко поймать, кстати. Вот сейчас, когда он отвернулся. Типа он не видит, что сзади происходит. Фу, какой он выглядит с камерой огромный. На самом деле он буквально там 3 сантиметра. А большой куда? А, большой стоит. Он волосатый как раз. Она мокает, чтобы ей сильно сладко не было. Чайка стащила кусок пирога. Типа наяривает. Вкусненько, наверное. А вот это один из аутентичных пляжей местных. То есть здесь в оригинале, судя по всему, везде должна быть галика. Потому что, ну, дно такое, в основном каменистое. И чуть подальше, если посмотреть, даже где бетон был, там все равно везде камешки такие. Очень клево выглядит, на самом деле. И вот такой вот пляж позволяет вам очень клевую чистую воду иметь. Смотрите, вода какая прозрачная. Приятненькая, голубенькая. Здесь кто-то плывет. Маска как-то странно выглядит. Нормально. Там какие-то младенцы плавают. А здесь вот черепаха. Очень клево. И представьте себе, друзья, это обычный городской пляж. Очень-очень мило сделано. Везде безумно чисто, прибрано. И я даже не думаю, что они занимаются этим каждый день. То есть вычищают. Мне кажется, просто люди особо не ссорят. И более-менее ухаживают за своим пляжем. Да, мы нашли здесь водичку. Все, набрали водичку. Что очень сильно заметно, что все-таки регион хоть и туристический, но не очень богатый. Ну, как бы очень много вот таких вот всяких мест. То есть там внутри как бы дом, но эта терраса не особо ухожена. Здесь тоже как-то все немножко так. Да, дом какой-то полуразвален. Ну, так, наверное, там люди живут. У памятника НО золотистый от того, что его постоянно все делают. Говорят, еще хочешь? Да. Да, душ тоже. Ну, общественный, понятное дело. Надеюсь, что там есть вода. Но выглядит он так, как будто никто не пользуется. Опять же, то есть все, в принципе, сделано для людей. Все очень красиво, все очень приятно. Но есть такое ощущение, что туристы, когда есть в сезон, наверное, здесь покруче. Сейчас, наверное, немножко рановато. Это конец мая, это все-таки не сезон. И как-то они слегка пустовы. Да, оказывается, мы в деревне, которая называется Воложка, наверное. Вот ее небольшая карта. Мы прошли уже немножко по набережной. В принципе, очень приятное место. Тут как раз... Ой, смотри, они серфингом занимаются, виндсерфингом. Тут мужик сзади прям реально топит, нормально плывет. Ну, это тоже неплохо. Мужик подмазывает свою лодочку, судя по всему. Не так аккуратно и нежно делает, и такими маленькими мазочками. Я думал, он несколько дней потратит, для того, чтобы помазать весь этот борт. Но зато какую любовь он уже делает. Пес отдыхает. Утомился, видимо, сложный день был. Рабочий. И моргает раз в минуту. Здорово, так. Небольшой ресторанчик с морской кухней, там, готовят всякую дикую живность, там, всяких кармаров, осьминогов, так далее. И все оплачивается на вес, то есть 100 грамм, а дальше уже зависит от того, сколько ты хочешь. Ну, прикольная тема. И вот все лежит на витрине, прям перед тобой. Ты заказываешь, и они прям при тебе готовятся, свеженько, четенько, красиво. Там, видимо, все, волошка заканчивается. То есть, вот реально тут три дома здесь, два дома здесь, и как бы все. Здесь, конечно, очень красивая бухта, могу тоже ее показать. Но, за исключением вот этого, ой, еще котяра какой-то, причем еще такой здоровый, жирный. Эй, кот! Кот! Они, наверное, такие два жирных кота и такие... Да здесь я! Сюда смотри! Кот! Эй, кот! Смотри на меня! Смотри на меня! Сколько ласточек тусуется. Наверное, опять какого-нибудь дождя, или ничего к чему-нибудь. И чайки. Мы идем вот кушать пиццу. Действительно, она очень вкусная, очень недорого стоит, и делают ее действительно с любовью. Очень приятное заведение. Сейчас я покажу, как к нему пройти. Вы идете по центральной улице в Рейке. Идете прямо вот так вот, мимо вот этого большого торгового центра. После этого доходим до вот этой башни с часами желтой. Она находится вот недалеко от центра. Заворачиваем в нее, и попадаем в тот самый дворик, где вот здесь эта кафешка есть. У меня пицца с креветками. Выглядит очень клево. В общем, друзья, всем рекомендую. Как здесь это называется? Нашли один крупный торговый центр, и сейчас сидим здесь, типа, перекусываем. Отсюда открывается шикарный вид. Вон там та самая апатия, где мы были. А вот там Рейека. Ну, это как бы все еще Рейека, но это больше такой промышленный, как бы, скажем, райончик. И здесь, как бы, ну, не очень много народу, кроме вот этого торгового центра. Там вот сзади уже начинаются пляжи, насколько я понимаю, общественные. Вот мы сейчас чуть попозже туда. Пойдем, сегодня очень жарко. А как тебе салатик? Вот такую пицину принесли. Она как бы вот с размером из моей руки. То есть она приличного размера. И тут еще, вроде как, должна быть сырная корка. Да, нормально. Ну, сейчас попробуем. Очень много сыра и очень много ингредиентов. Господи, что здесь творится? Ажиотаж, ажиотаж. Дети, кони, все смешалось. Мы взяли с собой. Да, мы пиццу взяли. Народ, это, наверное, единственная пицца за мою жизнь, которую я не доел до конца. То есть я смог осилить только четверть, четверть от нее. Потом осталось все здесь. Здесь еще полпиццы, короче. Пицца сама, по-моему, стоила всего 9 евро. Хотя она такая гигантская, на четверых рассчитанная. Плюс салатик стоил, по-моему, пятерочку. Плюс еще напитки по 2-3 евро. Плюс еще на чай оставили и так далее. Ну, в общем, двадцатка ушла. Я считаю, это очень-очень дешево. Связная выпечка. Городской пляж в самой рейке выглядит, конечно, чутка попроще, чем в Апатии. В Апатии, конечно, все-таки шикарно было. Все-таки мы не удержались. Пляжи, конечно, рейки, но нормально. В принципе, жить, наверное, с ними можно. Но поскольку Апатия находится буквально 20 минут вниз до автобуса, мы решили сесть на ближайший автобус, который по случайности очень удачно подъехал практически сразу. И едем в Апатию, потому что билет до Апатии стоит буквально 2 евро в одну сторону. Это не настолько дорого, чтобы не съездить туда и не отдохнуть под нормальными зантиками, с хорошими штоками, на очень крутых пляжах. Есть кондиционерка, тут очень прохладно, хотя на улице прям очень жарко. В общем, едем в Апатию и там будем купаться. Сколько, кажется, этих мидий, но здесь они, мне кажется, живые и все еще. Своя хубренькая. Ищем получше место, потому что здесь вот этих вот очень много всяких черных ежей, и мы переживаем, что на них наступим. Сколько мидий вот здесь вот на этой фигне бетонные. Наверняка сюда наступать нельзя, иначе можно, наверное, очень сильно пораниться. Ой, мини-крабик, мини-крабик, вылези. Да вылези мини-крабик. Мини-крабик. Ой, смотри, он заполз в дырочку. Крабик, вот он. Ну, она не такая, что прям все пригорит. А я тебе все помогу. У нас свежо. На поверхности хорошо, вот так и сейчас. Приходится по собачьей плавать, потому что с камерой в одной руке особо не поплаваешь. Давайте посмотрим, что там на дне происходит. Хорошенько поразглядываю вот это все, что там на дне. Я все-таки понял, что все, вот это вот все темные точки, это все миди или ежи. Поэтому, ну, на самом деле, конечно, тут немножко очистит. Мне кажется, если бы не чистили, было бы вообще уже все было, обросло. Видимо, его же яхта, его же мотоцикл, он решил вот отдохнуть сегодня, покататься на всем этом деле. А тут вот небольшое дерево, где я подписан, сколько лет она прожила. И тут вот 2010 год, его спилили. И вот года тут можно считать. Видимо, где-то здесь вот эти вот кольца идут, каждое можно из них посчитать. Вплоть до 2831 кольца. Очень приятный ресторанчик мы нашли тут. Он находится вот так вот на берегу. Мы заняли сейчас вот эти вот лежачие места. Очень клево. Можно лежать прямо на солнышке, наслаждаться всякими мороженками. И прямо вот здесь спуск сразу в воду. Я хочу попробовать поплавать. Кроме того, мне кажется, что вот здесь у нас мягкий песочный пляж. И там можно будет немножко по дну типа понырять, посмотреть, что там происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Клевое место, мне очень понравилось. Туалет тоже здесь по коду. Сегодня код 2020. И что мне очень понравилось, что во многих странах, в воде побережье, есть такая тема, как душ. Я вот только что садил в душ. Но вы типа здесь заходите, тут вполне себе нормальный душ. Есть горячая вода, есть холодная вода. В общем, достойная тема для того, чтобы можно было в любом момент пойти и поплавать. В общем, заведение такого плана, что ты пришел утречком, расслабиться. Лег наш углом. Мы сегодня еще не должны там, успели 10-15 минут вздремнуть. Отдохнули, покушали мороженое. Тут можно, по-моему, и основное меню какое-то заказать. То есть блюдо типа рыбки какой-то жареной. И вы себе отдыхаете ничуть не хуже, чем где-нибудь на курортах, в пятизуточных отелях. А они кидают что-то за это. Конфеты. По-моему, ты решила конфет купить. По-моему, ты решила конфет купить. А, нет, это еще не закончится, зайка. Они все еще моргают. Они не на лимузинах лежат, а на своих машинах. Поэтому их много. Давайте покормим рыбок. Вот, хлеб, смотри, они едят хлеб. А я хочу косточку от оливки кинуть. Заказал себе стейк из тунца. И даже не ожидал, что у стейка бывает тоже, как бы, в районной степени прожарки. У рыбного стейка. И это типа медиум считается. То есть он наполовину сырой какой-то, но он выглядит сырым. Ну, а вкусно просто фантастическим. Он как-то он замаринован. Он шторик, он такой кисленький. Очень круто, очень круто. Он его стяжками замотал. Вау! На гриле можно быстрее. Сидите, ждите, ждите. Он автист. Я говорю, что он автист. Я не вижу флаж. Для того, чтобы где-то обитать, мы, в общем, сняли апартаменты. Приблизительно за 26, по-моему, евро в день, плюс всякие сборки. Тут есть холодильник, всякие дела. Ну, то есть, это обычная хата какого-то чувака, которая, она ему, в принципе, особо не нужна. Он ее сдает и всякие раковины. Все, что хочешь, можно использовать. Здесь душевая кабина, ну, в принципе, все более-менее. То есть, ну, какое-то время можно здесь пожить, учитывая невысокую стоимость. Здесь две комнаты. Здесь одна кровать, которая раздвигается на ногу. Тут вообще можно втроем, наверное, ложиться. Ну, если вот так, то вдвоем. И здесь еще одна кровать, ну, это такая, больше для одного человека, скорее. Ну, в принципе, если потеснится, наверное, может. То есть, в принципе, такую хату влезет, наверное, человека 4-5. Во двор здесь вот так вот это все выглядит. Достаточно прикольно, такой закрытый дворик. Тут есть Wi-Fi, есть обычный интернет, есть компьютер. Есть огромный телек, если хотите. Ну, то есть, в целом, так бы я сказал, где-то на семерочку. Но тут есть небольшой момент. Тут очень много каких-то насекомых, типа моли, которые сидят по углам. И очень-очень приятно выглядят. Вот, например, по-моему, сидит одна какая-то. Да, вот, моли сидит. И типа их достаточно много. И тут еще всякие гусенички в моли-парк ползают. И, ну, общее впечатление, конечно, от этого страдает. Но, в целом, хата очень близко к центру. Очень недорого. Ну, в принципе, тут достаточно места для того, чтобы поселиться и какое-то время здесь покантовать. Вот в этом доме мы жили. А, получается, вон там вот через одну улицу за светофором уже начинается море. Чувак, которым мы жили, сейчас занимается ватерпол. Я думал, ну, типа, хороший чувак, но, в общем, там молодцом. Там у него куча медалей. Ну, вот вы теперь посмотрите, оказывается, сколько местных медалей завоевала команда. Просто этих кубков не исчесть. Наверное, действительно, очень мощная ватерпольная команда. Вот они реально все молодцы. Тут вот здесь, вот здесь, вот здесь. Очень чистая вода. Пришли рыбок кормить. Сейчас попробуем посмотреть. Вон там, в принципе, клеток много. Смотри, смотри, он на дно утащил. А вот сейчас еще большие пить его, да, я половлю их. Какой-то лоховый чувак утянул хлебушек вниз и сразу у него отобрали его. Так вот, сейчас мы стоим на границе. Там вот народ стоит, пока там паспорта сдают. Подытожим по поводу Риеки. Риека, в принципе, симпатичный город, но делать там особо нечего. Там нет особо крутых пляжей. Там нет особо крутых лавочек. Там очень много приятных ресторанчиков, которые вы можете посетить. Но мне кажется, вкусные ресторанчики можно найти практически в любом городе. Что касается Апатии, Апатия это классный город. Он очень маленький. Кроме вот этой центральной улицы, там особо смотреть-то и не на что. Но зато очень хорошее количество пляжей. Можете спокойно себе отдохнуть, побаловать себя какими-нибудь коктейлями на берегу моря, на хороших шезлонгах. Очень приятно отдохнуть. В целом, в Риеку я бы не поехал с ними направлено вот туда. Если там чисто проездом посмотреть, что там, как там, денек там побыть можно. Посмотреть центральную улицу, там есть замок на вершине горы и все такое. Но именно быть там несколько дней, оно того не стоит. В Апатии там есть даже прям серьезные курорты, гостиницы, в которых люди прям неделями валяются на пляже. Там хорошая чистая вода, приятное море. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok